Здравствуйте! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Накануне в областном центре состоялось совместное заседание Совета по предпринимательству в Тверской области и экспертного совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в нашем регионе. Что обсуждали, а самое главное в принципе, каков бизнес-климат в Верхней Волжи, об этом мы сегодня и поговорим в студии. А вы, кстати, можете нам звонить по телефону 3190, может, вы предприниматель, и можете либо задать вопросы участникам нашего сегодняшнего диалога, либо просто высказать ваше мнение, что вы думаете, вот как у нас, хорошо ли живется бизнес, стало ли ему жить лучше, веселей, говорил Иосиф Виссарионович. Хочу представить тем временем гостей нашей студии. Это Владислав Шориков, президент Тверской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте! Артем Грац, председатель областного отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Добрый день! Добрый день! Андрей Дмитриев, редкий у нас гость, но, конечно, пришел. Руководитель регионального отделения Российского союза промышленных предпринимателей. Добрый день! Чаще вы к нам приезжаете? Всегда готовы, всегда готовы. И, конечно же, Антон Стамплевский, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тверской области. Добрый день! Здравствуйте, коллеги! Еще раз говорю, 3190 звоните, у вас есть прекрасная возможность высказаться, либо задать вопросы по поводу бизнес-климата в регионе. А мне хочется вообще задать вопрос, а что определяет бизнес-климат в регионе? Хороший он или плохой? Что? Кто это вообще решает? Ежегодно так сложилось. Можно, да? Для начала скажу некоторые цифры. Мы с коллегами, наверное, лет 10 назад вместе с деловыми сообществами, а здесь сейчас у вас в студии так называемая большая четверка деловых сообществ. Ну, я там с 2010 года в деловую Россию вхожу. Вот там РСПП Андрей Викторович, Опора Артем Викторович, Андрей Числавович РСПП, ЛСПП, они все действуют слаженно вместе, и, по сути, другие наши региональные отраслевые организации, они подтягиваются за той самой большой четверкой. За каждой организацией стоят десятки и сотни предпринимателей, и мы так договорились, и совместно с Тверским государственным техническим университетом они помогают проводить и обрабатывать данные сотен предпринимателей, проводим опрос. Обычно это в конце года происходит о состоянии предпринимательской деятельности, он называется «Оценка условий ведения бизнеса». Для меня, как и для уполномоченного, это обязательная история, потому что в законе так написано, ежегодный доклад, в котором принимает участие не только аппарат уполномоченного, такой немногочистенный, но именно благодаря общественной поддержке, такой содержательный документ, частью этого доклада является та самая оценка. В этом году у нас, в конце прошлого года, получается, каждый, по-моему, примерно 145-й предприниматель отвечал на эти вопросы из всех муниципальных образований. Ну, немножко, конечно, был перекос в сторону территорий, муниципалитетов. Хотелось бы, чтобы от города Твери было больше ответов. И что ещё важно, мы вчера с коллегами обсуждали на нашем общем общественном совете. Кстати сказать, общественный совет по защите прав предпринимателей в нашем регионе, он уникальный, на 100% состоит только из лидеров предпринимательских сообществ. Там все зарегистрированные организации присутствуют. Так вот, параллельно с этим мы ещё и Бориса Титова, федерального бизнес-омбудсмена, смотрели выкладку по мониторингу состояния бизнеса. Я тоже об этом кратко могу сказать. И в этой связи там много, огромные анкеты. Я заранее прошу извините предпринимателей за то, что мы их часто отвлекаем и просим ответить на десятки-десятки вопросов. Но там изучается и финансовое состояние, и оценка общей экономической ситуации, и вопросы государственной поддержки, и контрольно-отзорной деятельности, и так далее, и так далее. Мы сегодня об этом, наверное, подробно поговорим. Вот, ну, если дадите возможность, я несколько цифр скажу именно про тот федеральный опрос, который проводил аппарат Бориса Титова. Так вот, в целом состояние экономики, как и хорошее, стабильное, оценили 57% авторских предпринимателей. Для более чем 53% ситуация в бизнесе улучшилась, либо не изменилась, а у 24% там есть спад, но ситуация контролируемая в целом. На текущий момент все спрашивают санкции, какая оказывает воздействие, да, но на большинство влияние санкции не оказывают. Как так вышивно получилось? Ну, вот, это надо уже уточнять у каждого и у каждой отрасли смотреть. Может быть, кто-то и не работает на внешней рынке, для кого-то это неактуальный вопрос. Ну, наверное, Антон, позволь, да, я присоединюсь к разговору. Мы, когда вчера смотрели доклад и отчёт, мы для себя чётко выделили, что здесь всё зависит от выборки. И когда мы говорим про муниципалитеты, и когда торговля на первом месте порядка 50%, то есть это ИП, малые микропредприятия, ИП. Вот, дальше мы, если берём относительные условия ведения бизнеса в регионах и делаем выборку по МСП, ИП и микробизнес, там одна картина. Да, кто-то проинформирован, кто-то не проинформирован. Когда мы переходим в малый и средний бизнес, другая. В крупный бизнес, соответственно, третья. Поэтому здесь, наверное, вот Роман сказал, как же так получилось, да, что предприятия не замечают. Ну, наверное, всё от выборки зависит. Согласен, но я-то говорил про федеральный опрос, и это как раз в городе Твери. В основном обрабатывающие производства. Обрабатывающие оборудование? А оно импортное? Ответы, слушайте, вот такие от предпринимателей. Нужно об этом думать, как это, и что с этим делать. Если сравнивать с региональным, а мы тоже об этом, наверное, поговорим, там действительно немножко картинка другая, потому что в основном это на местах предпринимателей микробизнес. Но в целом региональном опросе принимали участие и строительство, и крупный, и средний бизнес, не только малый, и микро. В этой связи, смотрите, больше стали компании на внутренний рынок ориентироваться. Вот такие ответы. Это 100%. Импортозамещение ускоряется. Ну, тут, наверное, обсудим, что это за импортозамещение, ну, как бы, да, и где ускорение. И актуальные проблемы. Наибольшее первое место в вопросе федерального бизнес-омбуссмена – дефицит кадров. Второе – рост издержек. И третье – налоговая нагрузка. Эти же проблемы мешают бизнесу развиваться. И дополнительно еще была отмечена проблема, здесь созвучная, и федеральная, и региональная – это высокая стоимость заемных средств. Вот такие первичные цифры. Я про федеральный умолкаю, а уже погружаться будем с проблематикой, о которой вчера говорили, стыкуя разные данные, разные ответы. Контрольно-надзорная? Контрольно-надзорная там в целом, я вот слышал, было предложение сравнить с рейтингом ОСИ, да, по деловому инновационному климату. У нас ситуация улучшается, но федеральный опрос говорит, что 60% компаний проверки не проводились. Это действие моратория, ну, 40, значит, проводились, а это, ну, серьезная такая цифра. И в целом по стране, у нас средств есть регионально, а есть и в целом по Российской Федерации, ну, есть такие тенденции к усилению контрольно-надзорного воздействия. Наш региональный опрос, который, там, 350 предпринимателей, да, отвечали на вопросы, не подтверждает усиление административной нагрузки. Ну, здесь тоже разница выборки, здесь было там 100, там 350 предпринимателей. Еще вопрос, работа с сетями. То есть, все, что касается электроподключения, газоподключения, то есть, это один тоже из таких важнейших блоков и проблем предпринимательского сообщества, которые выделяются. У нас в опросе это было, нет? То есть, мы обсуждали там направление, там, вот, как барьерное. И, по-моему, в федеральном, когда мы проходили федеральный опрос, это было отмечено. Да, да, это так. И вчера, по-моему, коллеги из законодательного собрания тоже, да, говорили, кто предпринимательские организации представлял, что такая актуальная повестка – это вопросы и тарифной нагрузки. Ну, так, есть вопросы, там, с прозрачностью тарифа образования и с вовлеченностью вообще делового сообщества в процесс принятия решений. Потому что, помните, там, было предложение по Совету рынка, там, Общественный совет при региональной энергетической комиссии. Это, ну, сами такие управленческие решения. Второй момент, ну, собственно, процедуры. Иногда подключиться, мы знаем, достаточно сложно. Подключиться разрешение, а поднимались же вопросы разрешения на строительство. Это уже региональные вопросы. Вот, в эксплуатацию объектов капитального строительства. Это тоже одна из важнейших проблематик на уровне уже региона, получается. Тогда, Антон, я тоже, да, немножко расскажу свое мнение. По федеральному региональному вопросу, действительно, региональный вопрос – это такой уникальный продукт, который в нашем регионе мы уже много-много лет анализируем и смотрим, какая динамика и куда у нас, как складывается инвестиционный климат у нас в регионе. Здесь стоит отметить о том, что, вот я вчера тоже говорил об этом, что интересный срез, интересный срез предпринимателей именно в муниципальных образованиях. Он отличается, и мы это обсудили, от предпринимателей, которые у нас находятся в городе Твери, Калининском районе. Во-первых, по масштабности самого бизнеса. То есть региональные предприниматели – это в основном мелкий бизнес, хотя, например, мы отметили, заметили, что сравнивать Тверской бизнес и бизнес на уровне муниципалитета тоже неправильно, потому что небольшое предприятие может быть городообразующим на уровне муниципалитета. Хотя для Твери и Калининского района это какое-то микропредприятие с численностью до 50 человек, с небольшим оборотом и так далее. Но, значит, что мы отметили из вот этого анализа? Опять же, нехватка информации. Мы об этом говорили. То есть предпринимательское сообщество не знает о мерах поддержки. Артем, я прерву. У нас нехватка рекламной информации, у него коллеги показывают. Поэтому мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, потом продолжим. У нас сегодня очень интересная тема о бизнес-климате в нашей Тверской области. Реклама. Мы снова в прямом эфире. Программа «Тема дня». Говорим о бизнес-климате в нашем регионе. Артем, я прервал? Да, продолжим. Мы как раз говорили о мерах поддержки. Мерах поддержки тех, которые оказывают субъекты федералы. Это микрокредитные, микрофинансовые кредитные организации, которые выдают кредиты на льготных условиях. Вот региональный бизнес муниципальных образований говорит о том, что они не знают об этом. То есть это действительно, мы отметили, мы сказали об этом Минеку, что нужно двигаться все-таки в муниципалитеты, рассказывать о тех мерах поддержки, которые они могут предоставить, льготные займы, которые действительно эффективны. Если мы говорим, например, сравниваем коммерческие кредиты под 15-16%, и микрофинансовые организации, которые дают кредиты даже фонд предпринимательства, дает от 3,5% до 7,5%. Но это ощутимо. Я думаю, что большое подспорье для предпринимателей. Кстати, дополню, вот мы вчера эту выборку посмотрели. Там прямая зависимость. Те, кто знают о мерах поддержки, тех, кто не знают. И тех, кто критикуют, и как они оценивают меры поддержки. То есть вот эти где-то 20-30% они выпадают об информированности. Но с другой стороны, Артем, значит, неплохо живут? Значит, хватает. Хватает, значит. Достаточно. Да, потому что кому не хватает, те сразу бегут. По крайней мере, вот инвестиционный портал Тверской области, он же обладает всей полнотой информации для поддержки инвесторов. Популяризация центра «Мой бизнес» идет во всех СМИ, во всех интернет-сетях. Ну, все работает, действительно, все есть, и выезды они делают. Соответственно, ну да, можно сказать о том, что, наверное, не до такой степени у нас бизнес нуждается в кредитах. Но на самом деле эффективность фонда, мы же отмечали, эффективность фонда поддержки предпринимательства, эффективность фонда ФРП, она, эти деньги действительно, мы каждый раз, Андрей, мы каждый раз эти деньги рассматриваем. Вы сегодня куда-то 19.00 идете? Да. Да, я, к сожалению, не успеваю, но да. Деньги действительно востребованы, эти длинные, короткие деньги под понятный процент, субсидированные, они нужны для предпринимателей, и эффективной поддержкой является фонда. Владислав, ну а вы по долгу службы, опять-таки, общаетесь с предпринимателями тоже, они вам так и говорят, хорошо в стране советской жизни? Вы знаете, вот, ведь каждый опрос это срез какого-то слоя общества или мнения. Давайте я другое приведу. Торгово-промышленная палата, она является уполномоченной организацией, которая фиксирует форс-мажорные обстоятельства. Да, то есть чрезвычайно, когда предприниматель не может исполнить свои обязательства или перед контрагентами, или перед какими-то другими органами власти, муниципальной, государственной, вот пик подачи заявок по форс-мажору приходился на ковидные времена. Времена, начавшиеся после начала СВО, дали всплеск обращения по форс-мажору, вполне понятная картина, да, когда люди были так или иначе завязаны на внешние рынки, оттуда что-то получали и перестали иметь такую возможность. Но подобного, как в ковид, не было. И дальше идет определенный спад таких обращений, при том, что сама форма там тоже немножко, она несовершенная, но нашли пути решения таких задач. Вот, это я к чему. У нас возможность приспособиться, точнее желание приспособиться у бизнеса, оно крайне высокое. Каждый сам за свой бизнес болеет. Поэтому он меры, так сказать, найдет при необходимости. Как этого избежать? То есть, вот такая картина. Мы тут с вами затрагивали то, что, как сказал Антон Владимирович, на многих вроде согласно опросу не было воздействия санкционной, так называемой, политики. Хотя лично я не люблю этот термин, потому что это настоящая экономическая война и прятаться за какими-то названиями санкций, которые придумали не мы, да, это несерьезно. Нормальная экономическая война со всеми своими проблемами, нарушениями правил, законов и так далее и тому подобное. Так вот, по внешнеэкономической деятельности тоже значительная часть информации проходит через нас. Мы уже выдаем сертификат происхождения. Там коренное изменение партнеров. То есть, понятно, что европейские уходили, 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 уходили и совсем ушли. Да не вы ушли, да? Даже те, кто сотрудничал со своими контрагентами за рубежом, что были настроены крайне лояльно и продолжали до последнего момента все так же с российскими партнерами вместе взаимодействовать, даже эти зарубежные компании постепенно отошли, потому что местные правительства их додавили. То есть, вот прямых связей сейчас почти не прослеживается. Нет, они есть, но уже через третьи страны и так далее и тому подобное. Поэтому сама картина мироощущения по партнерству, она изменилась в целом. Сказать, что экономическая война не повлияла, повлияла очень сильно. Сейчас мы с вами затронули один из эффективнейших способов поддержки, фонд развития промышленности Тверской области. Ну почему эффективнейший? Да потому что там больше всего денег выделено, 1,2 миллиарда, ну почти 3 там, если суммарно посмотреть. И условия самые подходящие. Ну вот как председатель экспертного совета могу вам там сказать, что наверное от половины до трех четверти отвечают на вопрос, который им задается, зачем вам эти средства. Они дают ответ, у нас удлинился рукав. Раньше мы получали комплектующие, например, за месяц или за два, а теперь мы их получаем за три или за четыре. Следовательно, вот эта известная вилка, когда одно в отгрузке, одно в пути, одно в заказе, она удлиняется. Денег вам, соответственно, нужно больше, в два или три раза. Ну и второй традиционный ответ. Раньше мы этого не производили, получали от, а теперь нам нужны эти комплектующие. Поэтому мы закупаем оборудование. Вот здесь адрес покупки оборудования Китай, Турция, иногда Арабский мир. Ну понятно, что как перепродажа. Вот вполне такая картина очень конкретная. Артем, а вот Владислав упомянул ковидные времена, и мы хорошо помним, что тогда наш президент сказал, что теперь точно хватит кошмарить бизнесы проверками. Сказал, что, дескать, количество проверок, и я вчера на свидание совета слышал, как-то увеличивается. А что произошло, ковид побежден, соответственно, может теперь опять и бизнес побеждать, или как? Нет, я не думаю, что увеличивается, хотя отдельные отголоски есть. По данным прокуратуры, а у нас традиционно и областная прокуратура, и Волжская, Межрегиональная природоохранная принимает участие в нашем обсуждении, до 70% вообще хотелок контролеров исключается из плановых проверок, и в том числе по внеплановым. Но есть вопросы, что некоторые инспекции заходят через профвизиты, и есть вопросы по присвоению категории риска. Это серьезные вопросы, такая новая реальность, с ней нужно тоже не допускать, во-первых, обхода моратория на проверки, который продлен тоже по решению президента, и неукосительно соблюдать, собственно, все постулаты реформы контрольно-надзорной деятельности, что ориентация идет на профилактику. Для этого мы специальное исследование проводим, оно, я надеюсь, через месяц уже появится к общему доступу и к обсуждению, именно о влиянии проверок на бизнес и за 2023 год, и индекс административного давления за 2024, тогда мы и посмотрим, кто больше проверяет, кто чаще штрафует и так далее. — Здесь, Антон Владимирович, добавлю по поводу именно контрольно-надзорной деятельности. Каждая общественная организация, помимо общего анализа и общего исследования, делает свои срезы какие-то по муниципальным образованиям, в частности, в общем по региону, и касаемо именно проверочной контрольно-надзорной деятельности, потому что, да, действительно, у президента это на особым контроле, и у руководителей всех общественных организаций на особым контроле. И мы видим картинку, и видим, что действительно надзор, контроль, он снизился предпринимателям, стало легче дышать, комфортнее, удобнее. И здесь вчера прокуратура отметила, что не только плановые контрольные и неплановые мероприятия прокуратура у нас скрупулезно рассматривает даже профизиты. И, значит, вопрос о том, о назначении каких-то предостережений по профизитам она тоже анализирует и даже отменяет. Ну, то есть, эта работа ведется, и прокуратура здесь большой помощник для предпринимателей. А проверяет равномерно весь бизнес или какие-то отрасли чаще, а какие-то реже? Ну, вот Антон-то уже сказал, Владимир Владимирович, про это, а я бы хотел другой момент подчеркнуть. Знаете, с развитием вот событий последние 2-3 года у нас с вами совершенствоваться система гражданского общества начала. Контролирующие органы, кстати, стали крайне так резко в плане отступления назад реагировать на освещение в средствах массовой информации или в чатах. То есть, придание публичности проверки. Вот. И сразу возникает масса вопросов, и в том числе, я думаю, Андрей Вячеславович не даст соврать, некоторые из них просто заканчиваются не начавшись. Поэтому вот мнение общественности, да, ну, в том числе, подкрепленное внимание верховного нашего руководства, оно, конечно, оказывает влияние. Тут главное даже не мнение общественности, а мнение людей на местах, которые занимаются конкретным бизнесом. Например, вот то, что как раз Владислав сказал. Кто может лучше оценить административное давление на бизнес? Непосредственно, собственник бизнеса, который сам бизнес, который проводит, ну, ведет какую-то деятельность. Что, вот, Антон, правильно сказал, причина проверки, да? Основание. Основание, основание. Каким-то образом, то есть мы сейчас наблюдаем, что основание может быть подобрано как особо опасный объект, и мы понимаем, что вот эта категорийность, которой предприятие не соответствует, тем не менее, ему присваивается, проверяющим органам, прокуратура, на основании того, что это особо опасный объект, которым он, по сути, не является, согласовывает проверку, и дальше проверка проходит. И также мы столкнулись с такой ситуацией, когда плановая проверка попадает в перечень проверок на госуслугах буквально там за две недели до начала проверки. Ну, какая она тогда плановая? Вопрос. И, ну, в неплановой, когда они имели прецедент появиться, который мы отбили, кстати, в неплановой, они возникали день в день. Например, да, там по закону до четыре часа, вот, соответственно, тоже должно быть в реестре все, как полагается. У нас были звонки о том, что ожидается неплановую проверку, тут, 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 но надо сказать так, надо сказать так, вот наш взаимодействительный институт ему полномоченного, в том числе, позволяет моментально отреагировать на такие звоночки, и происходит то, о чем, собственно, и говорилось. Это мошенник, что я даже назвал, я согласен. У нас было по прошлому году несколько таких сигналов и от среднего промышленного бизнеса, и от услуг разные, когда мошенники представлялись, прям реально мошенники звонят предпринимателям, представляются руководителями контрольно-надзорных органов и говорят, у вас будет проверка. Это с целью вымогательства происходит. Материалы, конечно, очень бы хотелось, чтобы правоохранительные органы с киберпреступностью, да, кто борется, доводили до конца, потому что, ну, предприниматели не все, знают голос того или иного руководителя, допускают, что не все знают, как нам быстро, оперативно позвонить, но это важный момент. К сожалению, то есть киберпреступность вот эта, она не только там пенсионеров касается, да, и незащищенных. Касается всех. Касается всех, вот, и собственники бизнеса тоже страдают. Более того, представляются конкретными сотрудниками, которые есть на сайте уполномоченного органа, и дальше, соответственно, наверное, подсказку нашим телезрителям. То есть первое, это госуслуги, правильно? То есть мы заходим в кабинет, смотрим в реестр, есть проверки, нет проверок. И второе, конечно, у нас всегда есть наши обуцмены, полномочные правом предприниматели, я считаю, что и по закону мы можем привлечь на выездную проверку либо обуцмена, либо его представителя. Да, мы участвуем в этих проверках. Ну, вот, кстати сказать, отвечая на первый вопрос, то есть количество жалоб, связанных с контролем надзорной деятельностью не увеличилось. Но вот новые формы, о которых мы сегодня говорим, они, к сожалению, да, появляются. Такие, ну, некто их расследований, камуфляжа под проверки, и вот таких противозаконных даже. Ну, то есть такие Остап и Бендеры, которые, помню, приходил, показывал некую корочку и проверял тот или иной орган, например, наличие стула. Я поддерживаю, не надо бояться. Есть открытые данные, есть и единый реестр контроль надзорных мероприятий, если в этом сложно разобраться, там, лидеры деловых сообществ, мы постоянно коммуницируем наши коллеги, наш аппарат уполномоченного, мы проверим, есть ли эта проверка на самом деле или нет, и примем в ней участие, это законная полномочия, которую мы реализуем, и живут. Да, здесь стоит отметить, что все деловые сообщества МБЦМ, мы находимся в общей онлайн-доступе, то есть у нас рабочие чаты различных уровней, различных ёмкостей предпринимателей от больших до самых маленьких, где, как вчера отмечалось, решаются вопросы не только с контроль надзорными органами, но и с банковским сообществом по поводу невыдачи, неправильной выдачи или отказа выдачи кредитов, это тоже решается уже достаточно быстро, и предприниматели подключаются и привыкают к этой работе. Ещё важный момент, я думаю, что мы перейдём всё, что касается голода кадров, кадровой политики, да, действительно это сложный вопрос. Вот здесь мы, хоть большие, хоть маленькие предприятия, все сталкиваемся с единой проблемой. нехватка кадров, нехватка кадров как в сфере услуг, как в торговле, так и на больших крупных предприятиях. Каждый по-разному из деловых сообществ работает с этим направлением, действительно это есть. И срез по муниципальным образованиям, ещё раз это подчеркнул, потому что на самом деле в сельской местности нехватка кадров ещё более ощутима. Если Тверь-Калининский район ещё могут как-то, где-то откуда-то, можно сказать, пылесосить кадры, да, с тех же муниципальных образований, там, регулируя уровень заработной платы, социальные какие-то дополнительные гарантии, то муниципалитеты здесь остаются один на один с этой проблемой. И вот в связи вопрос, ну вот Андрей, как человек, который занимается реальным производством, а что делать-то? Роман, работать, производить, кто занимается реальным производством, те знают, что делать. Ну, наверное, тема-то эфира у нас какая? Инвестиционный кимут? Оценку условий. Давайте вспомним нашу принятую совместную инвестиционную декларацию, помните? Это обеспеченность кадрами. Так? Которую мы как раз с коллегами из Большой Четверки и с Антоном Владимировичем отрабатывали в течение 2023 года. И мы вошли в то небольшое количество регионов, которые смогли доказать и принять инвестиционную декларацию. Поэтому отталкиваясь от того, что все регионы деклариуют о том, что у них всё нормально с кадрами, с промышленной инфраструктурой, значит, работает инвестиционный комитет, работает агентство развития. У нас принят свод инвестиционных правил, как раз тема эфира была тоже посвящена, кому какие разрешения, какие сроки дают. Решение на строительство, ввод в эксплуатацию и так далее. И, соответственно, там всё, что связано с контроль надзорными органами, те, кто непосредственно следит, что происходит в области той же стройки. Например, у нас на предприятии недавно такие мероприятия проводились, проверяли нас и нашего генподрядчика на момент получения всех необходимых разрешений. В соответствии стройки и необходимым требованиям, критериям всё прошло успешно. И вот, соответственно, когда мы говорим про инвестиционный климат внутри региона, мы же понимаем, что все мы, мы оцениваемся кучей всевозможных опросов. Вот Антон Владимирович свой опрос проводит, ТПП, там, ОПО России свои опросы. Потом, во что мы это всё сводим? Ну, как правило, в какие-то интегральные показатели для этого у нас есть главная, наверное, контора, агентство стратегических инициатив, которые пытаются с помощью всех экспертов, которые находятся внутри регионов, респондентов, понять, что же происходит по основным направлению. И вот, возвращаясь к кадрам, это первое место, почему? Потому что контрольная надзорная у нас опустилась на четвёртое и пятое. Вот, соответственно, это первое место, это, как мы сказали, кадры, второе место – это финансы, и третье – это, наверное, какая-то вспомогательная нагрузка связана с логистикой, с платежами, это всё, что связано с теми санкциями, внешнеэкономический фон, который присутствует, и эта проблематика выплывает. Значит, что делают регионы? Знаете, вчера, когда мы проводили отчёт, я получил хорошее известие о том, что мы, кстати, и совместно этот вопрос с вами прорабатывали по профессионалитету, что выпускники программы «Профессионалитет», а поскольку здесь работает кластер, здесь работает регион правительства, здесь работает СПО, почему? Потому что это среднее профессиональное обучение и индустриальные партнёры, поэтому мы говорим, что это там кластер мехатроника, который мы сейчас, например, реализуем с колледжами Никоняева. Поручение президента до 30-го года дополнительные миллионы рабочих профессий и высококвалифицированных сотрудников, дополнительно которых будут обучаться три года в системе СПО. Так что происходит с теми и с другими? Те, которые два года будут обучаться, они выходят несовершеннолетними? То есть мы их не можем трудоустроить, если на предприятии, потому что они ещё не достигли совершеннолетней, и у нас есть перечень запрещенных профессий, условно говоря, сборщиков металлоконструкций, сварщиков или там связанных с деревообработкой, оператором. Мы принять не можем. Поэтому первое, что, конечно, хотелось бы доработать этот перечень, это перечень дорабатывается. И второе, это армия. Он только выпустился, он ещё не успел поработать ни на одном из предприятий, тем более в рамках профессионалитет. У них акцент делается на производственные практики и на обучение внутри индустриального партнёра. Компания вкладывается, ну, например, пример тавтологии. Значит, когда мы вошли в профессионалитет, тремя компаниями, это Текком, ДКС, Метавр, мы собрали порядка 23 миллионов в комплексной заявке собственных средств, которые мы выделили в профессионалитет. Правительство дало свою сумму, и федералы дали 100 миллионов. Что мы видим? Что эти люди после окончания сразу идут служить. Ну, это же годик всего. Это годик, но он потерял квалификацию и компетенцию. Ну, чуть-чуть потерялся. Чуть-чуть потерял и уже, скорее всего, не вернулся. Почему? Пришёл обратно в родной город. Потому что у него принципы изменились, у него философия. В этом возрасте всё очень быстро меняется. На что у него могла философия приняться? Может быть, он продлил контракт с Министерством обороны. Хорошо, допустим. Например. Или вернётся в другой регион, или вернётся на другое предприятие. Но профессионалитет вызывает, скажем так, закрепление этих студентов, которые учатся, в том числе и за счёт индустриального партнёра в рамках программы. Что мы предложили все вместе с вами и как инициативу направили от РСПП? Отсрочку на год для выпускников профессионалитета. Вот именно для этого закрепления. И сейчас мы видим, что это постановление правительства Мишустина отрабатывается, чтобы выпускникам профессионалитета предоставить эту срочку. Что это даст? Он выпустился, он проработал год, он понимает, что, чего и как. Стоит ли ему возвращаться в эту отрасль? Ну, почему? Потому что это профориентация. Принципы-то меняются. То есть, я проработал здесь, мне понравилось, я перешёл на смежную какую-то работу. Вот. Поэтому это один из механизмов. Вчера я общался с Министерством просвещения и попытался понять, есть ли у нас какие-то другие механизмы, кроме профессионалитета. Это я говорю только про СПО. Но скажу так, что Министерство просвещения, я говорю про федеральное Министерство просвещения, они говорят, вот у нас всё по полкам сейчас разложено, и наша задача, сейчас ещё дополнительно 20 проектов мы дополнили профессионалитета по всем регионам. И в апреле, в мае будет ещё один конкурс на 90. Ну, то есть, они где-то заготовили порядка 10 миллиардов рублей на поддержку системы СПО. И сейчас по конкурсным заявкам будут распределять. Мы подаёмся политехническим колледжам, у нас уже 5 индустриальных партнёров, 6, извините, индустриальных партнёров, и уже заявку мы подтверждаем совместно на софинансирование за счёт собственных средств более 35 миллионов рублей. Поэтому мы очень хотим за счёт этой программы, чтобы в каждом колледже Тверской области было финансирование федеральное, порядка 100 миллионов рублей, плюс региональное, около 50 с помощью индустриальных партнёров, и чтобы мы растили как раз эту базу. Ну и, соответственно, здесь карьерная траектория, здесь первая рабочая профессия для школьников 10-11 класса. Очень широко сейчас обсуждается. Когда-то мы заходили на тему учебно-производственных комбинатов, как в старое советское время, когда все школьники получали первую рабочую профессию не в рамках колледжа, а в рамках отдельного комбината. Ну, пока мы ходили. Мы все. На улице Спартака был такой. Да. Вот я тоже ходил. Коллеги, тем не менее, мне кажется, должна быть мотивация у предприятий. Мотивация у предприятий очень высокая. Да, потому что и в ряде отраслей, ну, скажем так, конечно, кто-то может там три года и больше ждать, а в некоторых отраслях нужны тысячи рабочих рук сейчас. И в этом смысле, как мне кажется, и система СПО тоже, она там становится постепенно гибкой, подстраиваясь под запросы работодателя, с тем, чтобы специальности соответствовали именно запросу предпринимателей. Потому что иногда, ну, скажем так, по старинке, там, готовят тех или иных специалистов, а даже речь идет о профтехучилищах, которым нужны конкретные, там, по линии строительства. Это верно, Антон. Ну, я как раз на эту тему разговаривал. Был большой праздник в нашем вагоностроительном заводе. Там прямо такой у них вроде праздник. Возникла целая дискуссия. Они там прямо таким кругом встали. И как раз представители среди специального, ну, бывших ПТО в том числе и сказали, да мы-то готовы, но вся проблема, что у нас, да, мы согласны, что у нас станки старые, но нам их Минпросвещение и так далее не купит ваше современное. Они его прямо вцепились, представители предприятия говорят, ну, давайте, помогите, ну, купите нам станок, мы с удовольствием, не нам лично. Установите, у нас он в колледже, он будет ваш, но у нас стоять. А самое главное, хотя бы раз в неделю к нам, кто бы за в цех приходил и проводил реальную. То есть, они-то говорят, да мы готовы готовить современное, потому что нас упрекают, вы готовите по 60-х годов лекалам. Ну, у нас нету оборудования, и нам не купят. Вот это, как раз, реализуется. И здесь трудок вычет и помогает здесь, да? Вот это реализуется программой профессионал-дет, более того. Со всеми колледжами регионов? Со всеми, абсолютно. Был бы готов колледж, там комплексный. А бывает, когда они, а, нам не надо, будем по старинке. Будем говорить так, будем говорить так, да. То есть, мотивация руководителя образовательного учреждения должна быть очень высокой. И самое главное, чтобы вокруг него были индустриальные партнеры. Если он один сидит в поле, и у него никого нет, он выпускает непонятно кого, опять же, на этот рынок. Непонятно куда. Вот, он непонятно куда, да. То есть, он и мотивации не видит, и не чувствует. А вы анализировали? Вот, действительно, я согласен, регионы разные. Есть РЖФ и Танфель, где так или иначе крупные предприятия. А есть, может быть, действительно, какое-нибудь условное Сележаро, где нет такого предприятия, которое купят местному колледжу, условно говоря. Ну, здесь немножко другая работа. Нет, она совместно идет, и, как Андрей Вячеславович сказал, она идет общая по всей стране. Она немножко по-другому выглядит. Правильно, мы говорим о том, что система специального образования, к счастью, ПТУ у нас просто потеряна. Потеряна ее нет. И сейчас, как мы отметили, именно строительные отрасли нуждаются в кадрах. Это все нуждаются, и машины, строители и так далее. Не менее, чем крупные предприятия. И начиная о том, что и общественная организация может донести эту информацию до федеральных органов власти о том, что начинать нужно с маленьких ПТУ. Бывших, теперь это все колледжи у нас. Сейчас нехватка тех же, мы говорим, там, операторов станки все идут ЧПУ, да. У нас нехватка кого? Нехватка операторов бульдозеров, гридеров, погрузчиков и так далее. И этого нет. И водителей тоже. Ну, и водителей тоже самое. А раньше, как мы вспоминали, времена плановой экономики, тогда преимущество ребят из сельской местности, что они получали в девятом-десятом классе профессиональное образование в виде водительских прав на трактор, на грузовик и так далее. То есть, можно сказать, что они получали маленькую профессию уже в рамках школы. Ну, следующее там ПТУ ушло, там, сварщики и так далее. Это базовые вещи, когда мы, ребят, могли провентилировать, пропустить их способность той или иной профессии, способность обучения. А потом можно двигаться было и в среднеспециальное образовательное учреждение. Конечно, и сразу идти на работу. Да, или идти и параллельно там учиться. Сейчас этого нет. Действительно, работа важная. Вот РСПП у нас флагман этого. Когда в марте данный доклад был озвучен президенту в прошлом году, я выступал с конкретными предложениями. Владимир Владимирович упомянул про советский опыт УПК. На что он сказал, надо, чтобы это было как-то поинтереснее интерактива добавить. И Сергей Сергеевич Кравцов тут же отреагировал, говорит, мы это делаем. Что Минпрос подразумевает под всей этой темой, поинтереснее, поинтерактивнее и так далее. Ну, во-первых, от УПК все-таки наши коллеги решили отказаться. То есть от создания таких вот профильных учебных производственных комбинатов на территориях. Все-таки вот такой кустовой метод, который используется колледж, который с помощью профессионалитета оснащается всем необходимым в рамках кластера и в рамках той специализации, которая выбирается. Дальше есть колледжи-спутники вокруг этого колледжа. Ну, например, выбираем какой-то один такой сильный. Вот сейчас был разговор про маленькие колледжи. Очень много колледжей-спутников у наших тверских колледжей. То есть которые филиалы находятся там, их называют так спутники. Поэтому получается такой какой-то кустовой метод, когда, во-первых, эти колледжи в рамках профессионалитета входят в основной, в якорный колледж. Дальше школьники, которые получают первую рабочую профессию, они будут использовать вот эту инфраструктуру, которая создана в рамках профессионалитета. Тем самым тоже в рамках тех профессий, которые по профессионалитету прошли, они дооснащены всем самым необходимым. А бизнес-реал готов купить станочек? Я более того скажу, не то что готов, я почему называл цифры. Порядка 160 миллионов рублей это финансирование по профессионалитету Каняевского колледжа, и более 70% должно пойти именно на оборудование. Поэтому мы говорим о сумме около 100 миллионов, которая пойдет исключительно на закупку технологического оборудования по заявкам индустриальных партнеров. И когда мы видим вот эту, значит, как она называется, декларацию, по которой мы все приобретаем, мы выверяем каждый болт в этой декларации, каждую гайку. Почему нам нужна вот эта мехатронная станция, например. И, соответственно, прописываем ее в ТЗ, и колледж должен гарантированно ее получить. Там, кстати, есть тоже некоторые нюансы по федеральному закону 44-му, которые обязуют колледж провести торги, получить конкурентные предложения. И там, конечно, теоретически могут вклиниться компании, которые поставят мехатронную станцию, условно говоря, со всеми теми же самыми параметрами, но другую. Не ту, которую можно будет использовать в учебном процессе, особенно с учетом потребностей предприятий. Ну и, соответственно, тогда, когда мы говорим о том, что школьники пойдут в профессионалитет и будут получать первую рабочую профессию, это тоже будет неразрывно связано с работодателями, с экономикой. Почему? Потому что если УПК будет стоять отдельно, система вот вряд ли сможет так выстроиться, как именно в этом кластере. Как сегодня, ну, каждую идею, конечно, хорошую, благую, можно исказить. Ну, понятно. Но мы стараемся этого не делать. Поэтому сейчас работаем с политехническим колледжем. Очень надеемся, что вот этот набор 20 проектов мы пройдем успешно. Если вдруг нет, то следующие 90, и тоже мы ставим задачу один-два профессионалитета в Тверскую региону затащить. А есть, опять-таки, у нас совсем много времени, какая задача, что к такому-то году, ну, скажем так, все наши колледжи... Вот я считаю, что надо вот и поставить, мы поставили такую себе планку. Давайте так, у нас порядка, сколько у нас регионов? 86, 87? В стране 85. У нас время меняется. Сегодня 85. Сегодня 85. 85 регионов. Как правило, такие небольшие регионы, как наш, получают одну, максимум две заявки в год. Одну-две. Если мы посмотрим, у нас колледжи, по-моему, около 40, Атон Владимирович, около 40, будем говорить там. Ну, соответственно, это на ближайшие 15 лет нам работы хватит. Надо усиливать, конечно, заявки, надо усиливать взаимодействие. У нас профильные министерства отвечают за профильные колледжи, поэтому вот эта работа внутри региона с правительством. В этой связи, мне кажется, надо искать дополнительные меры поддержки. Сейчас действительно работодатель стимулируется из бюджета, если он берет молодого сотрудника к себе работу, как первое рабочее место. Ну, вот инвестиционный налоговый вычет на оборудовании. Да, инвестиционный налоговый вычет, это вот по тому оборудованию, которое приведется в СПО. Хорошая тоже история, но она там на ограниченный круг будет распространяться пока этих индустриальных партнеров. Имущенная поддержка. Ведь это не только там предоставление земельных участков или в аренду помещений. Ну, мне кажется, интересно было бы и многие, кстати, из муниципальных образований работодатели говорят и держат хороший уровень зарплат, а вот с размещением, и вчера звучала об этом тоже речь, там, по легальным и нелегальным местам размещения, это одна история, а вторая – общежитие. Вот это как раз не чисто задача бизнеса, хотя многие предприниматели там автобусами возят из Твери в Кимр и в Бежицк, там, и так далее, да, рабочих вторжок, а все-таки, ну, некий маневренный фонд, муниципальный, или, там, государственный, с таким, ну, простым ремонтом мог бы помочь предприятиям вот эти кадры там размещать. Потому что пока вырастет, как бы, студенты там некие сотни, или, может быть, тысячи, это одна история, но многим, там, под новый проект, даже крупным нашим локомотивам, иногда нужно срочно мобилизовать тысячи-полторы специалистов, и они их завозят из разных регионов, и где попало размещают, кто по квартирам, кто... Нет, если они им хорошо будут платить, то, я думаю, не станет вопрос с общежитием, потому что, когда наши тверские уезжают в Москву, никто не кричит, а у меня там общежитие, он знает, что в Москве будет хорошо получить, он снимет квартиру, будет хорошо жить. К сожалению, наш эфир подошел к концу, у нас сегодня очень актуальна была тема бизнес-климат, вообще развитие, как вы слышали, перешло уже не просто в некое абстрактное, по нему, бизнес-климат, а в конкретные практические плоскости, именно, где взять рабочую силу, вы слышали идеи, что что-то делается, хотелось, конечно, побыстрее, потому что, как опять-таки слышали нашим предпринимателям, руководителям предприятий, рабочие нужны здесь, сейчас, а не через лет 15-20, а то иначе у нас промышленность окончательно загнется. Будем надеяться, что это не произойдет. Спасибо большое, уважаемые гости, программа «Тема дня», до новых встреч!